Как делится полномочия между федеральными органами власти? 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 Далее, обязанностью Государственной Думы является заслушивание ежегодных отчетов правительства о своей деятельности, назначение и освобождение от должности председателя счетной палаты и половины состава ее аудиторов. Кстати, вторую половину состава аудиторов счетной палаты будет как раз-таки назначать Совет Федерации. Более того, Совет Федерации также будет предлагать человека на пост заместителя председателя счетной палаты. Поэтому здесь получается вот так вот пополам. Далее, назначение и освобождение от должности у полномоченного по правам человека. Его еще называют омбудсмен в России. Объявление амнистии. Вот это, ребята, очень часто встречается. И обвинение против президента для его отрешения. Кстати, чтобы все-таки Государственная Дума может только выдвигать обвинение против президента, решение об отрешении уже будет принимать непосредственно Совет Федерации. Чем же у нас занимается Совет Федерации? Какие есть у него полномочия? Очень важно, кстати, часто встречается изменение границ между субъектами Российской Федерации. Утверждение указа президента о военном и чрезвычайном положении. Решение вопроса об использовании вооруженных сил Российской Федерации за ее пределами. Назначение выборов и отрешения президента. Помним, да, процедуру? Далее, назначение на должность судей Конституционного и Верховного Суда. Назначение, и вот это, кстати, очень важно, ребята, часто встречается. Освобождение от должности генерального прокурора. Назначение заместителя председателя счетной палаты, как я уже сказала, и половины ее аудиторов. Вот, это, ребята, нужно выучить, потому что поэтому точно будет, да, задание, возможно, под номером 14 в ЕГЭ. Поэтому всем желаю удачи и увидимся с вами уже на третьем видео про полномочия.